Услышав словосочетание «многодетный отец», у многих возникает ряд приятных ассоциаций. В списке подходящих характеристик числится доброта, честность, отзывчивость, искренность. Всеми этими качествами обладает герой нашего сегодняшнего сюжета – Вениамин Саган. Мужчина большую часть своего времени проводит за рулем, работа обязывает. Вторую часть он без остатка отдает жене и детям. Семья Саган образовалась еще в 2003-м, и все эти годы они живут душа в душу. Секрет успеха таких дружественных и теплых отношений прост – это любовь и уважение друг к другу. Именно эти ценности вкладывают в своих пятерых детей Вениамин и Олеся. Уважать старших, уступать место, я им всегда говорю, уступать место в автобусе. Парням говорю, что если видите, допустим, бабушка с автобуса, руку подать или где-то помочь поднести. Если там, ну, всем таким вот человеческим принципам, которые, ну, культурным. Быть культурным, вязливым. Большая семья Саган не только очень дружная, но и музыкальная. Каждый ребенок умеет играть даже не на одном, а на нескольких музыкальных инструментах. Тромбон, аккордеон, саксофон, труба, фортепиано. Искусству игре на этих и других инструментах овладели все дети без исключения. В их доме и дня не проходят без репетиций. Отец поддерживает детей в их начинаниях, ведь сам наделен музыкальным слухом. Умеет петь, и если бы была возможность, научился бы в совершенстве владеть многими музыкальными инструментами. Моим детям говорю, что если бы, ну, как бы, меня родители так контролировали, как я вот над ними контролирую, чтобы они там играли, то, ну, я бы закончил консерваторию, как минимум. У меня музыкальный слух, как бы, я сам пою, тоже сколько себя помню. Ну, заплатили вот дети за музыкальную школу, ну, я только месяц походил, а теперь сильно жалею. А уже, как бы, сейчас начинать что-то. Так я могу одной рукой там сыграть на том же пианино, на аккордеоне, там, на гитаре, там, где-то мелодию на одной струне, там, как бы, для себя. У меня иногда музык посвящает. Старшие мальчики Андрей и Рувим готовятся к вступительным экзаменам в музыкальный колледж. Младшие дети Ксения, Маргарита и Артем пока только оттачивают свои способности. С музыкой жить веселее, говорят они, особенно, когда все разделяют это творческое увлечение. А Вениамин с Олеси в свою очередь делятся, что так весело и громко в их доме было не всегда. Начало семейной жизни – это серьезная проверка на прочность. Сложности, которые приходилось ежедневно преодолевать, их закалили. Они учились быть взрослыми, а теперь учат этому своих детей. Конечно, в самом начале, когда дети были маленькие, ну, мы тоже были молодые, у нас было много сложностей, трудностей. Дети плачут, кричат, ну, где-то и мы, где-то не выспались, могли друг с другом и поругаться, ну, как бы, такие вот нюансы. Ну, со временем, конечно, дети стали подрастать, ну, мы как-то мудрее, наверное, стали. Ну, вот, ну, на данный момент я смотрю, что, особенно старшие мальчики, они как-то больше привязаны, наверное, к папе. Ну, наш папа не может без них даже работать, где-то что-то сделать, так, собрались, Андрей, Рувим, пошли. Ну, вот они как-то вместе, всегда вместе. Ну, во многом, конечно, они больше папу слушаются, чем маму. Мама – это так. Мама сказала, можно не послушаться, а если папа сказал, конечно, все слушаются. Старшие сыновья Андрея Рувим – правая рука отца. Мальчики во всем берут пример с папой. Вместе они занимаются делами по дому и хозяйству. Между ними нет секретов и обид, а только большая и искренняя дружба. Просто батя нас с маленького с собой возил, и я к нему просто привязался, и так получилось, что с батей всегда хочется. К нему привычнее, к нему бате можно подойти, все раскрыть, а к маме как-то не очень. Быть хорошим папой – важная миссия. Каждому ребенку, будь то девочка или мальчик, в детстве хочется быть такими же сильными и смелыми, как папа. Он настоящий супергерой в глазах детей и лучший друг в уже более взрослом возрасте. Отец – тот человек, которому под силу вдохновить на новое начинание, вселить веру в себя и поддержать в любую минуту. С праздником вас, дорогие папы!